Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Мне 30 лет. С противоположным полом никогда не складывались хороших отношений. Либо меня не выбирали те, кто был мне интересен, либо у меня не было чувства к парням, которым я нравился. И из последних на данный момент событий у меня были несерьезные отношения почти два года. Мужчина с самого начала отношений ничего не обещал. Он приезжал в первый месяц отношений каждый день, далее два или один раз в неделю. Затем мог пропадать на месяц и более, а потом снова появлялся. Созванивались и переписывались мы каждый день в самом начале нашего знакомства, в первый месяц общения. Затем это стало очень редко, только первые встречи. Я совсем не хотел к нему привязываться, но получилось иначе. Если у него случались какие-либо проблемы в жизни, то он всегда делился со мной. Я его поддерживал и помогал, как могла. Но он не ценил и не уважал меня, и тем более не решал мои проблемы. Он никогда меня не поздравлял с праздником. Были также случаи, что он мог пообещать и не приехать. У человека бывали перепарные настроения, либо он был мягким и лосковым, либо я его раздражал. Я понимал, что так продолжаться больше не может и нужно все прекратить. Так как я всегда чувствую себя униженной, подавленной и оскорбленной. И в один день получилась такая ситуация, получилась такая ситуация, что я отказал ему во встрече. Объяснилось, что уезжаю за город на три дня. Ему этот отказ очень не понравился. И он попросил меня больше не писать и не звонить. Писал и звонил я ему сама, очень редко ненавязчиво, в основном инициатором редких встреч, смс и звонков был он. Я приняла его решение не беспокоить его больше, но в душе остался неприятный осадок. У меня осталось чувство, что без него мне будет еще хуже, чем с ним. Внутренняя бустота. Как мне все это отпустить и поверить в себя? Я очень неуверенный и закомплексованный в себе человек, так как люди мне часто делали больно. У меня очень мало друзей, я начинаю бояться новых знакомств и людей в целом. Ответ достаточно прост. Работать с неуверенностью и комплексами здесь. Это первое. Второе. Второе. Очень важно. То, как в целом вы выстраиваете отношения с мужчинами, я имею ввиду. То есть, на основе чего? То, что вам не интересны те мужчины, которые испытывают к вам чувства и наоборот, связано с тем, что вы не воспринимаете людей, в частности мужчин, как мужчин. Вы воспринимаете их, как способ, ну, скомпенсировать что-то. Вот, к сожалению, вы, ну, вы на самом деле видите мужчин, как способ что-то компенсировать, например, почувствовав себя более уверенным и так далее. Что касается боли, то здесь история о том, что вам, ну, вы боитесь сейчас боли, боли, само собой, вы боитесь ее, боитесь боли. Вот, и я бы сказал, что в какой-то степени это, ну, нормально для вас, это естественно, что вы боли боитесь, вот, что вы, ну, как-то вот не хотите, может быть, ее вообще чувствовать, да. Да, вам может быть страшно, может быть, неприятно, вот, но дело здесь заключается в том, что вы, как мне кажется, просто не умеете обращаться в боли, то есть не умеете ее проживать, не умеете ее выражать. Вам необходимо учиться это делать. Также, вероятно, у вас достаточно много травм, связанных с прошлым негативным опытом, его необходимо также переосмыслить, да, и прожить. Я бы сказал, что очень важную роль играет то, на каких основах, на чем основываются ваши знакомства и ваши контакты с мужчинами, в частности, и с людьми, с людьми вообще. В чем здесь дело? В общем-то, дело здесь в том, что если общего между вами и человеком, с которым вы идете на контакт мало, то и общение, соответственно, тоже, ну, в этом смысле, да, складываться не будет, к сожалению. Именно, именно потому, что мало общего между вами, вот. Поэтому необходимо, необходимо вырабатывать это, это общее. А общее, что может быть между вами и другим человек, именно вот общее, что может быть между вами, как раз таки история о том, что вам интересно, то есть, что общее между вами, что может быть, ну, ну, вообще, что общее между вами, что может быть. То есть, это история, как мне кажется, и как мне видится, в общем и целом, это история именно про ваши интересы. Это конкретная история про то, что вам, вот, ну, нравится, про то, что вас привлекает, про то, что вам интересно, про то, что вы хотите и так далее. И на это вам необходимо, так же, как мне кажется, обратить свое внимание, причем очень серьезное и важное внимание. Далее, да, далее, далее. Что касается, скажем так, что касается комплексов, да, что касается комплексов, то это вопрос, как мне видится, вот, как мне кажется, это вопрос именно самооценки, ну, ну, ваши, ваши самооценки. То есть, это вопрос того, как вы, вот, к себе сами относитесь, это вопрос того, насколько вы, ну, себе доверяете, вот, это вопрос того, как вы себя видите, и вопрос, в целом, на что вы больше ориентируетесь, на себя или на мнение других людей. Дальше. Что касается унижения, что касается оскорбления, что касается... Вот этих, этих, ну, можно так сказать... Можно так сказать, рэкетных чувств, да, вот, то, что касается... Я бы, я бы здесь сказал, что, ну, конечно, там, проблематика личных границ, в первую очередь, да, то есть, то, что вы чувствуете себя, например, оскорбленной, да, вот, то, что вы себя чувствуете, там, униженной и так далее, то есть, это все, как мне видится и, как мне кажется, история про проблематику личных границ, да, вот. Почему? Потому что, ну, вы, очевидно, позволяете человеку, да, вот, по отношению к себе, да, что-то, что-то, что для вас, ну, можно сказать, неприемлемо. То есть, вот, что-то вы позволяете такое. Что именно, да, вот, что именно? Сказать, пожалуй, однозначно так сложно, вот, что именно вы позволяете, потому что тут нужно, ну, понятно, да, тут нужно как-то вот смотреть, тут нужно как-то исследовать этот аспект, ну, на мой взгляд, по крайней мере, да, его нужно исследовать, исследовать то, как вы, вот, к себе, ну, в целом относитесь, да, и исследовать то, насколько вы, там, ну, грубо говоря, к себе внимательны и прочее, прочее, прочее. Вот, я думаю, что, опять же, если вы с этим поработаете, да, то, ну, будет легче, будет лучше, и вам, вас не будет это так вот задевать, вот, как, ну, как сейчас, да, то есть, сейчас вас это задевает прямо, ну, очевидно, очень-очень сильно. Вот, и я не говорю, что вас не должно это задевать, просто почему задевает, потому что появляется, ну, естественно, да, само собой появляется какая-то реакция, да, появляется какая-то вот, ну, условно говоря, какая-то обратная связь на то, что со стороны вот человека, вам идёт, вот, и само собой вы на это, ну, как-то реагируете, вам само собой может это быть неприятно, вам само собой может не нравится, вот, а вы, там, условно говоря, это, ну, как-то вот, как-то блокируете это, да, вы как-то вот, ну, не реагируете на это. Так, например, как вам хотелось бы, допустим, реагировать. И, в общем-то, всё, и вам само собой сразу становится очень тяжело и больно, вы само собой чувствуете себя плохо, вот. То есть, я хочу сказать, что в ваших реакциях нет, нет чего-то такого, да, вот, чего-то аномального, нет. Это абсолютно нормально, то, что вы испытываете, ну, просто вот, как бы, с этим, ну, вот, нужно работать, да, с этим, с этим, этим нужно заниматься, вот, поэтому, такая вот история. Вот, что ещё можно сказать, да, что ещё можно ответить вам здесь? Я бы сказал ещё такой важный момент, на мой взгляд. Заключается в том, что вот, когда мужчина начинал с вами общаться только, вот, то есть, когда он, ну, вот только, когда вы вот только-только начинали с ним общаться, я думаю, что у вас уже была на него какая-то, какая-то реакция, вот, да, скорее всего. То есть, вы уже как-то, как-то на него, вот, реагировали, вот, но, но, а вы, как мне кажется, ну, вот, знаете, предпочитали, вот, вы, если называется предпочитали, да, предпочитали, вы, вероятно, что делать? Ну, молчать, скорее всего, да, то есть, опять же, вот, ничего не говорить ему, да, то есть, как это, как это происходит, да, как это происходит. Это происходит так, что вы просто-напросто в себе какие-то реакции подавляете. Вот, поэтому сейчас вы пытаетесь заметить, какие реакции вы подавляли с мужчиной, с мужчиной, вот, и что, что вам конкретно, что вам препятствовало тому, чтобы высказывать, ну, высказывать себя, да? Вот, вот вы говорите, человек, человек не решал мои проблемы, относился ко мне, там, как-то, как-то, как-то так, как мне вот, ну, не нравилось, так далее, говорите вы, вот. А, смотрите, смотрите, какая, ну, какая штука. Это вопрос ваших ожиданий, в первую очередь, да? То есть, вы чего-то ждёте, от, ну, от мужчины вы чего-то ждёте, а вы от него чего-то хотите, ну, опять же, вероятно, вот. А что происходит дальше? Ну, то есть, то есть, вот, буквально, ну, буквально, что происходит дальше? Как вы, в общем-то, ну, на это реагируете? Вот. Понимаете, да? Да? То есть, это же очень важно, что, как вы, вот, эм... как получается так, например, что у вас, в принципе, эти ожидания появляются, ну, появляются. Вот. Дальше. Дальше. Вы говорите про серьёзные и, соответственно, не серьёзные отношения. Ну, то есть, вы об этом говорите. Значит, это тоже хочется обратить ваше внимание. В каком смысле? Да? Если вы ориентируетесь, если вы пытаетесь ориентироваться на серьёзные отношения, то у нас тут, в общем и целом, тоже возникает, вот, на то, что вы, например, считаете серьёзными отношениями, да? На то, что вы называетесь серьёзными, серьёзными отношениями и так далее. Вот. Если вы пытаетесь ориентироваться на это, то у нас тут, в общем и целом, тоже возникают определённые проблемы. Вот. Потому что там, где есть момент серьёзных отношений, там, где он присутствует, там, собственно говоря, нет самого человека. Вот. Ну, к сожалению. К сожалению. К большому сожалению. Вот. И это, на мой взгляд, является проблемой. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что вам необходимо, вам необходимо вот с этим тоже поработать. вот. То есть, конвертировать, конвертировать свои ожидания у человека в то, что вы, вот, ну, например, хотели бы, как-то вот могли бы делать сам. Вот. Имеется в виду, могли бы делать сами для себя. Понимаете, да? Какая штука, какая штука. Но, сейчас, вы этого, в общем и целом, не делаете. Вот. Ну, ну, вот по ряду причин. А, как бы, ждёте от, ну, от мужчины. И, вот, и само собой, само собой, начинаются проблемы. Из-за этого, само собой. Само собой, начинаются трудности. Из-за этого. Вот. Как бы, потому что люди, люди, ожидания не оправдывают, как правило. А вам сложно принять человека таким, как он есть. Потому что, вы, как бы, не принимаете себя. Вот. То есть, вам, вот, трудно, получается, себя принять. Вот. Ну, как бы, в этом есть проблема, скажем так. Да? Вот. Ну, у вас, скажем так. У вас в этом есть проблема. У вас, как бы, с этим может быть проблема. Это тоже требует, значит, ну, требует коррекции. Вот. Вот, в принципе, и, пожалуй, как-то так. Вот. Какой-то такой ответ. Я бы мог вам дать сейчас. с точки зрения, ну, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот. С точки зрения, значит, ну, своих ценностей, вот. И в рамках, значит, своего подхода. Вот. Которые у меня, ну, которые у меня есть. Если вам, соответственно, это подходит, да, если вам подходит, то, о чем я говорю, если вам это откликается, то прекрасно. В таком, в таком случае, обращайтесь. Обращайтесь за помощью, и мы вам с радостью поможем. Решить, вот, скажем так, ну, проблему, которую вы описываете. Вот. Работа с комплексами, она довольно интересная, она довольно увлекательная, вот. Но главное здесь не ставить целей, пожалуй, конкретных. Вот. То есть, имеется в виду, что цели вам будут только мешать. Вот. Имеется в виду, что просто поставьте себе такую задачу, получше узнать себя. Получше понять себя. Вот. И тогда я думаю, что ситуация начнет как-то выправляться. Вот. Это всё, что я хотел вам сказать сейчас. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен. Очень буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Это позволит вам сделать шаги вперёд по исправлению и корректированию того, что вам вот хочется. И по поводу того, что вас беспокоит. И по поводу того, что вас волнует. Всего вам самого доброго. Ну, доброго. Удачи. Обращайтесь. Продолжение следует...